3 декабря будет отмечаться Международный день инвалидов. В преддверии этой даты мы продолжаем рассказывать о людях с необыкновенной судьбой. О тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем, нашел в себе силы жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и вселять надежду в других. Подробности в материале моих коллег. Вся жизнь прошла в кромешной тьме, рассказывает Любовь Барулина. Даже не вся жизнь. Такой она стала годам к 7-8, когда на уроках в школе девочка перестала видеть. Получалось только различать силуэты людей и очертания предметов. Но она не сдалась, не опустила руки. Ведь, как и всем, хотелось чего-то в жизни достичь – встретить свою любовь, стать матерью. И у неё это получилось. Да, не вижу я. А так руки, ноги, слава богу, голова работает. И поэтому поселиво всё надо учиться, приспосабливаться к жизни. Потеряв зрение полностью, Любовь Барулина не оставила обучения в общеобразовательной школе. Несмотря на ограничения здоровья, маленькая Люба доказывала, она такая же, как и все. И способна хорошо учиться. Специальные азбуки для слабовидящих не изучала, рассказывает Любовь Андреевна. Всё запоминала наизусть. Решала сложные задачи вслух. На память окончила и техникум, получив специальность ветеринара. Никто даже не догадывался, что у девушки нет зрения. Повёз меня управляющий на ферму. Я же зоотехник. И говорит, так, Люба Андреевна, будет сегодня, будем производить кастрацию молодых бычков. Вот тебе журнал. И будешь смотреть номер бычка на ухе и отмечать в журнале. А я-то не вижу. Я же не признала, что я не вижу. И поэтому я вынуждена была оттуда уехать. С работой никак не получалось. Никто не хотел принимать девушку со слабым зрением. Зато Любови повезло. Она встретила человека, с которым связала свою жизнь. Создала семью, в которой появилось двое детей. Муж помогал ей, поддерживал на этом непростом пути. И даже несмотря на проблемы со здоровьем, полюбил такой, какая она есть. И стал настоящей опорой. Со временем нашла себе место на консервном заводе. Но немного проработав, окончательно потеряла зрение и ушла оттуда. Я очень благодарна своим родителям, особенно маме. Она меня ко всему труду приучала. Я в 8 лет доемку брала и коров доила. В Армавире, что профессор меня лечил, он сказал, приучайте девочку к труду, чтобы она все умела делать. Говорит, не надо ее баловать. И поэтому я очень благодарна. Прожив более 20 лет в браке, от болезни умер муж Любови Барулиной. Верной, поддерживали дети, не сдавалась ни на минуту и сама женщина. Она научилась все делать сама. Любовь Андреевна занимается домашним хозяйством, работает на земельном участке. Очень любит шить. А еще она поет. Почти 30 лет является солисткой вокального ансамбля «Поющие сердца» в обществе слепых. Вместе с хором выступает на различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, где коллектив занимает призовые места. Что бы ни случилось, в какой бы ситуации ни оказался человек, жизнь продолжается. Нужно найти в себе силы встать на ноги и снова продолжить свой путь. Пожелания тем людям, которые теряют зрение. Не надо унывать никогда. И духом не надо падать. Надо любить жизнь. И надо приспосабливаться в любых условиях. Не лениться. А приспосабливаться и силу иметь, силу воли. И как бы ни было трудно, а надо все делать. Для себя не теряться никогда. И не плакать, не ныть. Вот я слепая, я там слепой. Я то не могу, то не могу. Нет, нет. Надо все реабилитировать себя и приспосабливать к жизни.